Двое инвалидов вынуждены жить в машине. Валентина Николаевна и сын лишились жилья еще зимой. Тогда произошел пожар в их комнате в коммуналке. С тех пор они сменили много мест жительства и сейчас остановились в машине. Говорят, хотели бы вернуться домой, но вот соседи по коммуналке их видеть не хотят. В непростой ситуации разбиралась Елена Губенкова. Чай мы не пьем, у нас нет горячей воды, мы холодные. Нам кофе. Валентина Миронова на себе испытала, что такое спартанские условия. Уже месяц она с сыном живет в этой машине. Еще зимой в их комнате в коммуналке произошел пожар. Тогда начались скитания. Сначала жили у родственников, потом в центре бомж. В апреле переехали в машину. Она не на ходу, потому греться не получалось. Еще сильнее начали мерзнуть, когда хулиганы разбили стекло. Вон стекло разбили, видите? И все там, все стекла в машине, и вот на меня все эти самые крошки. Замерзшие, постоянно на сухом пайке, они уже устали от такой жизни. Валентина инвалид по зрению. Говорит, они бы хотели вернуться назад, в коммуналку. Но когда попытались пройти в свою комнату, соседи не пустили. Больше я никому не верю. Люди злые все. У меня там после пожара что осталось? Две соседки. Все там и выкинули, все сломали и разграбили все. Ключи от комнаты нашей. Там забрали и пользуются. В их доме еще видны следы пожара. Правда, у соседей своя версия. Говорят, сын Валентины и устроил пожар. Уснул с сигаретой. Курил где захочет, да и с бутылкой не расставался. А когда выпивал, начинал буянить. Он дебоширил, и он дверь толкнул и ударил ребенка. То есть он неадекватно себя вел. Просто по рассказам, что здесь вообще было ужасно, невозможно было жить. А сейчас как бы тихо, спокойно. Соседи ничего не имеют против возвращения матери дебошира. Но его в коммуналке видеть больше не хотят. Здесь только что сделали ремонт, и люди против того, чтобы их квартиры и жизни вновь подвергались опасности. Юристы же говорят, чтобы нежелательных соседей выселить на законных основаниях, нужно собрать факты о том, что жить с ними бок о бок невозможно, а уже потом идти в суд. Необходимо вызывать сотрудников полиции для того, чтобы они составляли протокол об административном правонарушении. Причем одного такого протокола будет недостаточно. Нужно собрать действительно достаточное количество. Только если суд вынесет решение, что дебоширов нужно переселить, им придется искать другое жилье. А в текущей ситуации погорельцы все-таки правы. Если они захотят вернуться домой, соседи не смогут им помешать. Иначе сами нарушат закон. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.